Ну а пока одни хабаровчане отдыхали во время новогодних праздников, две наших землячки отправились в Сибирь на 22-й фестиваль снежной скульптуры. Обе девушки участницы традиционного хабаровского конкурса «Амурский хрусталь». В Новосибирске они взяли главный приз Кубок Мэра за композицию «Духи Сибири». С чем сложнее работать, со льдом или снегом, узнавала Наталья Чернышева. Хабаровские художники – народ работящий. В декабре они создавали ледяную сказку в парке «Динамо». В январе поехали покорять Новосибирск. Екатерина Федорова и Мария Кудревская стали там победителями, получили гран-при Кубок Мэра. Кать, чья идея была? Идея была изначально Марии. Она предложила сделать шамана с костром. По итогу в самолете мы уже рисовали совершенно другой эскиз, немножко переделали его. Идея, в принципе, оставалась такой же, но мы добавили больше элементов, было больше животных. И мы убрали шамана и закрутили интересные формы, такие линии. Кать, в Новосибирске холодно, наверное, было? Холоднее, чем здесь? Ой, на самом деле получилось то, что сибирские морозы были очень теплыми, всего лишь минус 6-7 градусов. Снег, можно так сказать, в руках таял. И когда к нам подошла женщина и спросила, девочки, вы же из Хабаровска, вам, наверное, очень холодно у нас? Как вам наши сибирские морозы? Мы засмеялись и сказали, что нам очень тепло, мы тут греемся у вас. А с чем сложнее работать? Со льдом или снегом? Ой, ну, лично для меня, конечно, со льдом сложнее, потому что для девушки там посложнее идет именно и по ударам, и все мышцы болят. Снег, он более мягкий, ты его можешь и пальцем продавить, где-то ногтями продавить даже, если где-то там, ну, хочется форму немножко подправить. А со льдом, то, конечно, такого не получится. А как подклеивать какие-то элементы вот в снежной фигуре? Это же ведь не лед. Да, когда снег все-таки рыхлый, его можно срастить. Например, мы наращивали в своей скульптуре вот эти вот линии красивые, которые такие ажурные. Это просто ставится блок. Ну, есть свои хитрости, то есть можно нарастить сверху, сбоку ты уже не приставишь. Можно что-то на какую-то консоль поставить, чтобы консоль она лежала на какую-то опору. Ну, и, естественно, это прибивается, притирается, руками растапливается снег и как бы приклеивается. Наши композиции делают из искусственного снега, а там, мне показалось, он какой-то довольно темный. Да, у них, естественно, снег, они его собирают, привозят. И уже трамбуют там, уже на месте. Вот, то есть он не искусственный. Вообще сложно было работать? Ой, да, на самом деле у нас более чистый снег. Когда у нас проводятся конкурсы в Хабаровске, у нас не попадаются льдинок, не попадаются каких-то там веточек, палочек и странных каких-то. Там даже кошачий корм был, да, почему-то попал. Слава богу, только корм. Да, повезло. Но, на самом деле, все равно, мне кажется, для любого мастера это не проблема. Вы уже четвертый раз получаете гран-при в Новосибирске, а коренные новосибирцы, они не возмущаются, что вы выигрываете? Ну, на самом деле, да, конечно, им, наверное, не особо приятно, что четвертый раз уже получается, что мы забираем приз. В итоге, конечно, они пытались нас победить, не вышло под конец, они уже подсдались и начали просто просить наш инструмент попользоваться. Не больно, ты им это помогло. Да, наверное, думали, что, наверное, как-то наше искусство, оно все-таки идет от наличия инструмента, но, наверное, не в этом дело. Ледяные и снежные композиции, сделанные руками хабаровских мастеров, можно увидеть до середины февраля в городском парке «Динамо». Наталья Чернышева, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. Слава богу, только корм. Уже несколько ледяных фигур пострадали от действий неизвестных. Скульптура «Пойди туда, не знаю куда», «Принеси то, не знаю что» лишилась всех тонких деталей, а русалочка осталась без рук. Хабаровчан просят не подходить близко к композициям и фотографироваться, не заходя за ледяное ограждение. Давайте уважать все-таки труд мастеров.